Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 плотек и особенного тома. Но именно этот особенный том был чем-то новым в литературе полско-лакинской средневеки. Овчесный Кощество отгрывал и важную роль в жизни государства. Вспомним, хотя бы, на его участие в Деле Зъедночения. Владцы полсци противодействовали однако некоторым замиарам Кощества, например, в расширении католического права каноничного на людность жидовскую и православную. То вовчас на скуток отвертой политики колонизационной и при помощи Руси Халицкой до Польши формовалася толеранция религийна. Полска сталася велким тыглем народов и вызнань, с которым то фактем нужно научиться жить. Казимир, превративши свою политику на вшуд, повеньшил территориум państwa двойплукротно. В письменности XIV веке заходили важные преображения. Обе гласины, в которой повстают знакомите кроникарские, как хотя бы проника Жанка Зчарнкова, поволи появляется язык полский. Проникарский 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 известный проникарский 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 рассказыв בитый словам Псловы и categorичного На версеце лачинском następует его польский, а потом немецкий ответ. Годность книжки средневеков плывет из многих издательных, на pewno издательных. Это способ показывать в часе и в среде очень больших важных важных, важных духовых, важных познавших, важных важных важных, важных 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 важных. Так же, стон тоже, до книжки этой привязывало великое значение также до ее формы. Та форма сягала тоже постачи рэнкописов iluminованных, рэнкописов писанных на пурпуре злотем. Были это рэнкописы liturgичные, рэнкописы теологичные, рэнкописы prawnичные. До этой постачи культуры высокой привязывали очень большую важные, не исчезлили środки, чтобы рэнкописы в 19-м, а в 15-м. Папир. Ксюжка стает также артикулом как-либо как-либо подземного использования зарствы выкштовкой. в 19-м. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 чтобы по 30 лет снова служить помощи науке польской. Студы с Праги от полной XIV веке были вместе с студентами выкшелленными на сегодняшнем университете новинки науковые и философические. Тут студиовали, заприязнили себя со собой Станислав Зескалбимир, первый ректор отроданный dzięki Кроловой Ядвиде Академии Краковской и Матеуш из Кракова, главный реформатур этой учелни, а заразем творца и заоżyтия университета в Хайдельберге. Студ прибыла до Кракова, потому что тут студиала группа ученик, которая на ново в Академии Краковой организовала научение. То есть Бартумий Зясла, Jan Исснер, хирургин из Праги, чи тоже Петр Вышб, бискуп краковский, а заразем первый канцлерз отродзоне ученик. Варто может зазначить, что на ове новинки szczególне чутно реагировали сколарзе и бакауарзе мишчањскего походзения. Время месяца по выданию акту fundующего Академия в Краковой до следующего важного происхождения, так называемого Конгрессу Краковского. Оказью стался приезд Петра де Лузиньян, крыла Цепру, который, подруживаясь по Европе, намавил монархов до организования новой выправы крыжовой. До Кракова прибыло wielu знаменитых гостей. Цесарь Карл Луксембургский, Валдемар, крыль Дани, Ludвик, крыль Венгер, Otto, кс. Баварский, Зимовит, кс. Мазовецкий, кс. Шлосцы и Поморцы. Беды легенды утрвaloneй przez Jana Дугоса, гостя Казимирза Великого mieli бесиадовать właśnie тут, в доме райцы кракоского Миколая Вирсинга, званого Вирзынком. Конгресс краковский не был chyba специально важным, выдашением дипломатичным, более товарским. Петра де Лузиньян не осуществлял своего цели. Рыцерство полске на счастье не взяло удалу в последней выправе крыжовой, которая закончила себя безсенсованной rzeзиом мешкајцев Александр. Казимир Казимирза был брак дзидзица. Крол мяјј јл 3 легалне жоны, 1 жонэ бигамичну и којмей 2 стале коханки. Мяј јл 3 галне жонэш, але всшких з копјетом замэшним. И вовец там Казимирз не мог высунуть росзшењ до формалнејго јцодјца. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 мурowanej jest mocno przesadzona. Надal dominowało budownictwo drewniane, a w Polsce nie budowało się wówczas wcale więcej niż u naszych sąsiadów. Jednak zamek, który wywiera do dzisiaj największe wrażenie nie został zbudowany przez królów polskich, lecz przez ich przeciwników krzyżaków. Po opanowaniu Pomorza Gdańskiego, wielki mistrz zakonu krzyżackiego Zygfryd von Wojstwangen przenosi w 1309 roku stolice zakonu z Wenecji do Malborka. Zamek tutejszy jest rozbudowywany i przebudowywany wielką rezydencję obronną o wspaniałych walorach architektonicznych. Krzyżaci reprezentowali dwa systemy wartości. Jeden system związany z szpitalem, a więc ochroną zdrowia i życia ludzkiego i drugi system rycerski, mianowicie osłony misji chrystianizacyjnej i propagowanie chrześcijaństwa drogą przymusu. W zakonie krzyżackim ten rycerski element górowo-nadszpitalnym. Jednym powiedziałbym największych osiągnięć cywilizacyjnych krzyżaków jest to, że on zmusił Polskę i Litwę, która była zagrożona politycznie przez zakon krzyżacki do połączenia swoich sił. I skutkiem właśnie tej unii politycznej między Polską a Litwą była chrystianizacja Litwy. I to się stało w 1386 roku. I od tej pory właściwie zakon krzyżacki stracił swoją rację bytu. Ale jest drugi element ważny, mianowicie który wiąże się z działalnością samego zakonu na terenie Pomorza i Prus i Inflant całych. To jest bardzo doniosły wpływ. Mianowicie krzyżacy przynieśli ze sobą dobrze zorganizowane instytucje życia politycznego i prawnego. I pod tym względem z całą pewnością dokonali na tym terenie nad Bałtyjskim rewolucji. Powiedzielibyśmy dzisiaj rewolucji rzemieślniczo-urbanistycznej. Do 1409 roku zakon wybudował 120 monumentalnych zamków. Ale zamki obronne i gotyckie katedry budowali również biskupi i kapituły pruskie. Jak wspomnieliśmy od końca XIII wieku miasta w Polsce były otaczane kamiennymi lub ceglanymi murami. Za panowania Kazimierza ufortyfikowano 27 miast. Najlepiej zachowanym zespołem murów miejskich z tego czasu są mury Małopolskiego Szydłowa. Muzyka 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 Także Kraków przeistaczał się z drewnianego grodu w miasto z cegły i kamienia. Na rynku rozpoczęto budowę gotyckich sukiennic. Przygotowywano miejsce pod nowy ratusz. Na wzgórzu wawelskim kończono nową katedrę i powstawał gotycki zamek. Muzyka 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 W rezultacie przenikania się humanizmu i scholastyki, późniejsze przejście między średniowieczem a kulturą odrodzenia nie było w Polsce wstrząsem. Muzyka 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 Элегантские панны в наймоднейших строях, панны глупее, сдążают до пекла, но они с ними не идентификуются. Элегантские панны глупее, панны глупее. 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 Элегантские панны глупее, панны глупее, панны глупее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok